Приветствую вас, и примечательно, что не вы не говорите о любви, не пишите, что мужчина вас любит. Вы говорите, что он хороший партнер, мужчина говорит, что ему не важно, сколько у девочек было парней и прочее. И в общем-то я такое впечатление, что вы просто в мир, и потому-то вам хорошо. Что-то вам хорошо, вы вроде бы по характеру друг к другу подходите, но при этом нет никаких особых таких сильных чувств, нету истинных привязанностей друг к другу. И, возможно, это именно и есть основная причина, по которой вы сейчас занимаетесь от отцоветливости там. Почему? Потому что, конечно, чисто внешне, совпадение характеров, короче, сочетание пираментов, значит, позитивные отношения друг к другу, это, безусловно, очень важно. Все это может перерасти в нечто большее, может и не перерасти, и согласитесь, есть риск, как вы считаете, у него, что он может влюбиться в другую девочку, и у вас. Ведь вы хотите почему-то доказать, что от вас не уходят. И вы знаете, давайте мы сначала, сначала, обратим внимание вот на какой момент. Вы пишите, что у вас все было хорошо до тех пор, что пока мужчина не решил, что вам не по пути, и вы две недели не общаетесь. Вот вы знаете, наиболее самая вероятная причина, по которой вы все это чувствуете, недоверие, сомнения, это вот этот вот момент. То есть, вот представьте себе, что вы решаетесь с мужчиной, да, у вас никогда не было интимных отношений, все хорошо, все замечательно, вам он нравится, вы ему нравитесь, все здорово, да, нас родителями познакомились. И тут недавно, да, мужчина решает, что вам пути, говорит, все, мы расстаем, и преподает на две недели. И вы знаете, вы ведь, наверное, задавались с вопросом, что он делает две недели, пока вы не общаетесь. Он вам все-то говорил, но вы не верите. И, возможно, недоверие кроется именно в этом. В том, что мужчина не вызывает у вас ощущения надежности. Сейчас он вам внезапно сказал, что вам не по пути ночью, может такое сказать еще раз. Внезапно прийти и сказать, дорогая, давай разведем, мы разведемся. Мужчина не вызывает у вас доверия. Значит, что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нужно поднять ее с тем, заново ее обсудить. Возможно, она вас все беспокоит. Почему мужчина решил вот с вами прервать отношения? Что вас подвигло? Поговорите об этом, обсудите как следует. Простите, вы собираетесь до него выходить там, если вы собираетесь связаться в свою жизнь. И очень важно, чтобы, вступая в брачные отношения, у вас не осталось никаких недоговоренностей, тайн и прочее. Если у вас это беспокоит, если у вас нет доверия, вызывайте его на разговор и следует обсудить то, что вас волнует. Если он вас любит, он поймет и ответит на две ваши вопросы, вы обсудите и недоверие уйдет. Если он объяснит внятно, почему он так решил сделать. Мужчина не испугался. Вот наиболее вероятная теория, наиболее вероятное предположение, это то, что мужчина понял, что какая вот. И просто-напросто осознал, что если он будет с вами, то это навсегда. Ну или, по крайней мере, до свадьбы тоже. А к свадьбе, может быть, он был еще не готов. Ему было время для того, чтобы подготовить себя к тому, что он на вас женится, подготовить на то, что он, по крайней мере, в его представлении. Пристанет гулять, пристанет быть свободным, да. Станет мужем, станет, там, обычным. У него появится ответственность, обязанность. И к этому всему мужчине нужно подготовиться. Возможно, он просто испугался. И в таком случае нет ничего удивительного в том, что он к вам не сказал, почему он не пришел с вами раздаться. Нет ничего удивительного, почему он сделал это внезапно, и страх накатывает неожиданных, к сожалению. Но вам нужно об этом поговорить, вам нужно обсудить. И если вы обсудите все, выясните все, решите все, и все равно у вас останется на двери, значит дело здесь не в этой конкретной ситуации, а в чем-то другом. В чем, давайте попробуем разобраться. Дальше. Вы говорите, что он вроде бы хороший партнер, но вы с ним потому что хотите показать, что от вас не уходят. Это, вот то, что вы написали, прямо свидетельствует о том, что вы используете мужчину как средство для повышения своей суммы оценки. То есть, если он от вас уйдет, если он от вас уйдет, вы будете чувствовать себя уничтожен, вы будете чувствовать себя неуверен, потому что от него за ваша самооценка. И это очень плохо. Потому что, во-первых, человека нельзя использовать как средство. Если вы используете его как средство, то это не сделает вас счастливым, и не сделает его счастливым. Люди все-таки есть самоцель в отношениях. И если вы используете человека для достижения каких-то своих личных желаний, для удовлетворения своих потребностей, то это не делает вас независимым в отношениях. Это делает вас привязанным, это ставит вас в подчиненное положение. И вы вроде бы и хотели бы им порвать, потому что вы сомневаетесь в нем. Но в то же время вы этого не делаете, потому что в один случай это будет означать, что от вас ушли, и это будет удар по вашей гордости. Но на самом деле нет ничего плохого в том, что люди расходятся. Так бывает. Люди понимают, что им вместе не построить ничего хорошего, и они расходятся. Это естественно. Гораздо более неестественно быть вместе против фоль. Поэтому необходимо работать с вашей самоценкой. Понять, во-первых, почему вы сомневаетесь в себе, почему вы хотите показать, что от вас не уходят. И работать в направлении реализации себя, достижения успехов в определенной сфере, чтобы повышать свою ценность самой для себя, свою самоценку, свою гордость и так далее. Чтобы вы не боялись показать, что от вас могут уйти. Если от вас ушли, значит не оценили. Если от вас ушли, значит мужчина не сдюржил, не смог выдержать отношения с вас. Просто не потянул. И это его проблемы, а не ваша. Результаты вам нужно понять. Если от женщины мужчина ушел, то он оказался недостаточно сильным. Но вы это не воспринимаете так. Вот мужчина воспринимается как удар по себе. И вот это является проблемой. И эту проблему нужно решать. И решать нужно до вступления в брак. Потому что в браке вам будет сложнее бороться с этими комплексами. Соответственно, повысите свою самозынку, гордость. Не бойтесь, что мужчина от вас уйдет. И тратите себе. Вот тогда. Другая вы. Вы будете бояться, что он уйдет. Если вы не почитаетесь ударом по собственной гордости. Вы будете за него держаться, если его уход будет означать, что он слаб. Если ответ будет положительным, то вы этого мужчин не любите. И вам с ним просто удобно. Безусловно, решать тоже вам. Что заключать таких человек в браке не стоит. Может быть вам действительно будет удобно жить вместе и вести их от хозяйства. Как говорится, без лишних чувств. Но, как вы правильно заметили, можно влюбиться. И тогда вся эта картина идиллия может развалиться. Причинив вам страдания. И вот такого риска, вы уж точно думать со мной не заслуживаете. Поэтому, как следует, подумайте. Остарайтесь осмыслить все, что я вам сказал. И после этого принять верное решение. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Ух, буду благодарен. Ух, буду благодарен. День, я行. Маши орёт.